Подобные картины на улицах городов нельзя назвать классическими, однако краски этих художников уже давно въелись куда только можно. Они рисуют отнюдь не на традиционных холстах. Объектами для творчества становятся фасады домов, автобусные остановки, торговые палатки и многое другое. К примеру, работы этих ребят, тщательно скрывающих лица от камеры, чаще всего можно увидеть на вагонах электричек и метро. Это, конечно, огромное удовольствие, когда ты работаешь вместе с командой, каждый знает свое дело. И получается общий результат. Это удовольствие, действительно. Но еще большее удовольствие, когда ты видишь готовый рисунок, который ездит по ветке. Это наслаждение. В принципе, все ради этого, ради трафика. Граффити можно разделить на два направления. Райтинг и бомбинг. Райтеры в основном рисуют на стенках. Их работы зачастую отличаются хорошим качеством и сложностью исполнения. Бомберы выбирают то, что погорячее. Свои картины они оставляют на самых видных местах, в том числе и на транспорте. Чтобы не попасться в руки полиции, нужно работать очень быстро. Несколько лет назад, после выхода компьютерной игры в нашей стране, граффити достигло колоссальной популярности. Несколько лет назад это был пик популярности, когда вышла игра Getting Up. Все малолетки просто фанатели с граффити. Они покупали баллоны, расписывали все. Была эта команда, как в игре, СФЦ или как ее. И тегили все трейн. Ну потом, как сказать, наигрались в игру, мода прошла. Конечно, ну, популярным до сих пор, но не так. Остаются сильнейшие, я так тебе скажу. Стать сильнейшим не просто. В одной только Москве более тысячи граффити-команд. Той краской, которую рисовали мы в самом начале, это была автоэмаль, купленная в ближайшем магазине автозапчастей, совершенно не предназначенная для граффити. Краска была жидкая, цветовая палитра очень маленькая, и рисовать было ей очень сложно. Кирилл Ерохин, как никто другой, знает, чем рисовали уличные художники более 10 лет назад. Он один из первых открыл в столице специализированный магазин товаров для граффити. Было это в конце 90-х, по-моему, в 98-м году. Я работал в магазине автозапчасти, соответственно, был отдел краски. Покупали краски, нам предложили дешевую краску по доллару. Покупали по доллару, продавали по полтора. Естественно, продавали для автомобилистов подкрашивать, подкрашивать там испорченные детали. Начали приходить достаточно такие товарищи с длинными волосами и с интересными направленностями. Сегодня в его магазинах, три из которых в столице, один в Санкт-Петербурге и Ярославле, есть абсолютно все. Одной только краски, более 10 видов. Всевозможные маркеры, журналы. Кирилл активно поддерживает граффити-движение, устраивая и спонсируя различные фестивали. Мы стараемся выступать все-таки за красивое искусство, мне очень нравится райтинг. Украсить город так, как хотели бы этого сами художники и не иметь проблем с законом можно, только рисуя на халлофеймах. Один из них находится в Москве, недалеко от Нового Арбата. Официально рисовать там никто не разрешал, но и никто не гоняет. Андрей Колосов о буднях граффити художников знает не понаслышке. Сам в прошлом активно занимался бомбингом. Поняв, что это недолговечно, переключился на холсты. Сегодня его работа участвует в различных выставках и мало чем похожа на то, что было раньше. Однако техника исполнения все равно выдает прошлое автора. Здесь активно используются те техники, которые используются при создании уличного творчества. Такие как трафарет, аразольные краски. Также здесь есть принцип уличного искусства, когда здесь есть слои предыдущих произведений, на них накладывается то произведение, которое мы видим. Зная всю специфику изнутри, Андрей решил написать диссертацию на тему граффити в культуре современной России. Одной из проблем он выделяет – подражание западной культуре. По сей день мы не видим русских шрифтов, русских персонажей, не вкладывают в это средство, не развивают. И это печально, потому что граффити в нашей культуре уже больше 25 лет. Парни из команды ОНИ в граффити, конечно, не 25 лет, а всего лишь 10. Под юбилей решили выпустить собственное кино, в котором намерены рассказать все о граффити-бомбинге в нашей стране. В нашем фильме будет показана сторона граффити изнутри, как оно есть. Что оно собой представляет, о чем многие умалчивают и не показывают этого. Весь процесс от и до. Ну, дополнено будет, естественно, монологами, разговорами. Документальный фильм. Я думаю, будет интересно. Из вышесказанного становится понятно, что искоренить граффити в нашей стране уже невозможно. Так, может быть, стоит просто поменять к нему отношения? Максим Селиков, Алексей Турмышев. Новости Подмосковья.